Здравствуйте, ребята! Передо мной победители чемпионат России в Кроссе на дистанции 8 километров. Это Алексей Викулов, первое место. Это Андрей Лейман, лидер практически всего забега, второе место. И это Михаил Стариков, третье место. Также победитель этого забега, занявший 5-е место в Азусе категории, и победитель среди молодежи, это у нас Андрей Попов. Ребят, ну кто насчет? Победитель. Как трасса, доволен, доволен, думал, что ты выиграешь. Все-таки ребята серьезные были соперники. Я последнего хотел, конечно, победить. Трасса показалась быстрая, в принципе, потому что Андрей провел профессию. 7900 метров, последние 200 метров стали решающими. Ну, как раз, дать ему большое спасибо. Ну, я в том году побеждал, мне кажется. Я побеждал в молодежной категории. Ну вот, в молодежной категории. Садится, победил здесь уже. Да. Ну, доволен победой? Доволен, конечно. Как трасса сегодня, ребят? Кто скажет, как трасса? Андрей, как трасса? Вы как человек уже испытанный, как трасса? Оценку дадите трассе. Трасса рабочая, скоростная. Не такая плохая? То мне кто-то группа сказали, что плохая трасса. Я не знаю, что плохая. То в корне, конечно, есть некий старт, но это кросс есть кросс. Правильно. Правильно. Ясно. А Михаил что скажет? Насчет трассы, ну, она хуже, конечно, чем в том году. Песка много добавили. Ну, это кроссовая трасса, земля обычно была здесь, то песку добавили. Конечно. И, можно сказать, добавить то, что она ухудшилась, то что стал километровый круг. Раньше традиции тут был двухкилометровый круг. Угу. А за хуже стал? Чуть-чуть короче трасса. Короче стал, да? Да, все-таки круг. Километра нет, чуть поменьше. Понятно. Ясно. Андрей, как вам категория с ребятами опытными выступать было? Мне понравилось, в принципе, первую половину даже провел с ребятами в голове, но потом отвалился, тяжеловато, быстрое начало. Можно было работать и все хотел. Ясно. Последний вопрос к каждому. Какие планы у кого? Ну, начнем с победителя. Алексей, какие у вас планы, на какие дистанции и когда будет старт? Старт будет, скорее всего, в Смоленске, это командный чемпионат. Ну, хотелось бы также поставить личный рекорд на 10 тысяч метров, на который буду выступать на чемпионате страны и отбираться. Ну, и хорошо закончить сезон с личными рекордами и с победами, возможно. Ясно. Ну, вопрос Андрею. Как у вас, какие планы на сезон? Канал в России на 10 тысяч метров, основной старт. Десятка, да? Конечно. Не будете в забеге 5-го числа бежать, забеги на рекорд в Москве? Нет. Болеть за пацанов, но бежать не буду. Просто мало времени. Будете смотреть, да? Болеть за них будете. Ясно. Есть шанс, что там побьют рекорд? Ну, я думаю, Максимов, Сафронов, тем более они после Кенни, может быть и не побьют, но достойное время точно покажут. Будем следить, будем смотреть, да? Ясненько. Ну, а что скажешь? Какие у вас планы? 10 тысяч метров самый главный старт, а последующий там Кросс, Оренбург самый главный. А так, может быть, между этими стартами какие-нибудь там ЦФО будет. Еще не знаю точно, мы готовились к этому старту, с тренером не разговаривали. То есть довольны все равно вторым местом, третьим то есть? В принципе, да, хорошо. Вам очень много медалей уже Кросса? Да, по Кроссу, конечно, много. Вы самый как бы кроссмен. Думал, что в этом году получше готов буду, но ребята не подвели, тоже подготовились. Да, сейчас подготовились. Подготовились. Я в том году был похуже готов, тоже был третьим. Ну, нормально, все равно. Удачи вам. Ребята молодцы. Ясно. Ну и последний вопрос нашему уже молодому. Ну, первые попробую десять тысяч метров, но также буду стартовать полторы тысячи метров и пять. Ну, как основные пять поставлю, а десятку попробую даже раз. Набрать из нами, там будет молодежная первая. Ясно. Ну, всем спасибо, удачи. Держайте, так дальше. Новых рекордов и новых достижений. Спасибо вам большое всем.